Убил, я геноцид устроил на себе, то просто на поверхности своего собственного тела. Это самое задолбательское приключение на этой косе, как утверждают местные. Да, нам еще повезло. Ах, и Кинбурн. Я зря, что ли, рискуя жизнью сюда перся, чтобы не сфотографироваться? Привет, я Конст. Уже 18 лет у меня в Украине IT-компания. А еще я очень люблю путешествовать. Я побывал в 56 странах, в 4 из которых жил долго. И этот канал о моих всратых путешествиях. В этом видео речь пойдет об уникальном месте, природной жемчужине Украины, где мне очень повезло побывать до войны. Сейчас никто из вас при всем желании не сможет туда поехать, потому что Россия напала на нашу страну. Слышите, это что новость? База обзорбовать. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Боже, яки кончене. На момент выхода ролика все места, о которых пойдет речь, это часть оккупированной врагом территории. Не так, не так. Welcome to Ukraine! Доброе утро, добро пожаловать в нашу передачу. Доброе утро, подписчики, ставьте лайки, колокольчики. Но очень важно набрать столько же просмотров хотя бы как в ТикТоке. В последнее время я очень популярный ТикТокер и контент-криэйтор Константин. Мой канал называется «Шутки за 300». Какая у тебя ниша? Ниша, я так понимаю, 15-летние подростки. Так вот, сегодня, после недели в Одессе, мы едем на Кинбург. Кинбург, но я... Об этом месте я слышал уже много лет и много лет собирался туда поехать. А карантин – отличный повод поисследовать Украину и посмотреть, что же еще у нас такого хорошего есть. Понятное дело, что если бы стоял выбор «Барселона» или «Кинбург», я бы задумался. Такого выбора у меня нет. Речь пойдет о Кинбургской косе и одноименном полуострове. Еще их называют украинскими Мальдивами. Здесь настолько классно в плане экологии, свободы от цивилизации и нетронутой природы, насколько это еще возможно в наше время. Вековые дубы, сосны, стек, песок, соленая и пресная вода, лечебные травы. Чего здесь только нет. В этом ролике. Как добраться до Кинбурга после изгнания россиян? Или как это они называют? Жеста доброй воли. География и как ориентироваться на полуострове. История. От турков, суворова и кашевого атамана до Второй мировой, нынешней российско-украинской войны и судеб коллаборантов. Природа. Птицы, черепахи, медузы и даже пышканчики. Дуб, которому полтысячи лет. Саги и полевые травы. Как живут люди там, где толком нет дорог? Какая инфраструктура есть в их распоряжении? Практические моменты. Где селиться? Чем питаться? Чем заняться на Кинбурне? Неожиданные встречи и многое другое. Погнали! Едем мы вот сюда. Коса расположена в Николаевской области, а не в Херсонской, как может показаться. Вот тут проходит административная граница. Вам тоже название звучит по-немецки? И мне тоже долго так казалось. Но оказалось оно турецким. По названию крепости Клыбурун, построенной турками в 15 веке. Клыбурун это в переводе мыс тонкий, как волос. Вот такую они к косу представляли тонюсенькой какой-то полосочкой, да, мыс там тонкий. Откуда бы вы ни ехали, дорога проходит через Херсон. Ехали мы из Одессы, поэтому сначала проехали красивые лиманы в районе Коблева. С Херсоном у меня очень мало опыта. Скажу лишь, что от летних ливней его неслабо затапливает. Эти ливни – ничто по сравнению с тем, что произошло здесь 6 июня 2023 года, когда оккупанты подорвали данку Каховской ГЭС. Вот как сейчас выглядят улицы, по которым я ехал. Частные дома и многоэтажки. Все то, на что копили всю жизнь. Брали кредиты, строили, делали ремонты, обустраивали. Не уезжали во время жестокой оккупации. Держались за свое жилье, чтобы потом встретить поток. Чтобы разом все это стало непригодным для жизни на многие годы. Тогда город меня не сильно впечатлил. Разве что... Цены приятно удивили. Значит, очень дешево все. Блюдо стоит в среднем где-то 90-100 гривен. 120, самое дорогое. Но сервис очень-очень нерасторопный. По-южному, расслабленный, медленный. Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Но глядя на эти места из 2022 года, за Херсон можно испытывать только гордость. То, как местные жители боролись с оккупантами, а ВСУ удалось освободить город, постепенно уничтожая пути снабжения врага, достойно восхищения. В качестве шага доброй воли, вооруженные силы Российской Федерации. Приступайте к отводу войск, за реку нету. Вообще не хочу уезжать, настолько все душевно. По домашнему. Через полгода после деоккупации, россияне отомстили херсонцам за то, что те не захотели стать частью их уебищного мира. Вы представляете себе, каково это, когда твое единственное жилье, на которое ты копил и которое строил всю жизнь, за один день навсегда уходит под воду. Это сделал не Путин. Гореть Путину в аду, тварь такая! Путин слишком труслив, чтобы ехать на танки через границу, чтобы разгонять дубинкой демонстрации, чтобы сбрасывать с самолета бомбы на родильные дома, чтобы взрывать дамбы, чтобы пытать и убивать людей. Попробуйте принудить кого-то сделать хотя бы один пункт из этого списка и столкнетесь с саботажем, уклонением, симуляцией болезней. С любой отмазкой, лишь бы не делать. Нет, это не Путин, а многие тысячи россиян. Своими руками, по своей воле, потому что заставить невозможно. С одобрения соучастников, остальных, кто молчит и не осуждает. Доброго вечера, мы из Украины. Летом в Херсоне может быть немного дождливо. Хорошо, что мы на внедорожнике, в 150-м Лангкрузе. Была информация, что заправиться на полуострове негде. От греха подальше я купил канистру и залил в нее запас горючего. Вот тот самый Антоновский мост, который в июле 22-го прицельно разрушали наши вооруженные силы, чтобы нарушить расшистам поставки. В 2020-м он еще был целый невредим, как и дома многих людей, а в некоторых случаях и их жизни. В 2022-м и 2023-х годах мы все, украинские военные, волонтеры и предприниматели, каждый день работаем над тем, чтобы изгнать врага с нашей территории и заставить Российскую Федерацию оплатить весь нанесенный ущерб. Сразу оговорюсь, если ты расист, веришь в биолабораторист и сатанистов, исходно русские земли, притеснения русскоязычных и в то, что Украина вместе с НАТО собирались напасть, то смело выключай уже на этом месте. Здесь будет еще много неприятного. Кстати, обрати внимание на мою фамилию Клягин. Она русская, как и у 20% населения Украины. Я родился в Харькове и всю жизнь говорю по-русски. Суммарно я владею семью языками, поэтому при необходимости могу говорить или писать по-украински безо всяких проблем. До войны я жил в центре Киева, в собственной квартире. Ездил вот на таком крузаке, который купил новым. Общался в основном на русском языке. В Украине у меня два IT-бизнеса и еще два не-IT, в которые я инвестирую. В страшном сне я не мог представить себе жить в РФ, где можно получить по печени или сесть за решетку за то, что вышел с плакатиком. Где бизнес два счета может отжать кто-нибудь из фейсов и ты слово поперек не скажешь. Задумайтесь только. Этнические русские из Украины настолько не хотят жить в России, что с оружием в руках противостоят российскому вторжению, поддерживают ВСУ и волонтеров экономически, состоят рабочие места и платят налоги в Украине, чтобы поддержать экономику страны. Посмотри на фамилии военного и политического руководства страны. Буданов, Громов, Данилов. Сразу два Федоровых. Один министр Михаил, другой Иван, мэр оккупированного Мелитополя, который отказался быть коллаборантом. Они не хотят в Россию и будут говорить на каком угодном языке, лишь бы не дать россиянам устанавливать в Украине свои порядки. Ты что, москаль? Боже, сбал. В общем, несмотря на то, что ролик на русском языке и про путешествия, я еще не раз пройдусь по всяким великодержавным глупостям. Поэтому смотрящим меня расистам, имперцам, путинцам, совкодрочерам, великодержавникам всем вам средний палец вверх от меня и всего украинского народа. Не смотрите этот ролик. Всем остальным продолжаем. Уже затемно мы проехали Антоновский мост под Херсоном. Антоновским он называется, потому что рядом находится поселок городского типа Антоновка. Довольно побитая асфальтированная дорога заканчивается в селе Геройское, вот здесь. Геройским она называется неспроста, его переименовали из прогной. И относилась к войску запорожскому. Тут казаки собирали соль, ловили и солили рыбу, а потом доставляли в сечь и продавали в Россию, Польшу и Литву. Приехать в Геройское затемно было не лучшей идеей. Дорогу с трудом найдешь и днем, а колею легко перепутать с противопожарными бороздами. Да, это не дорога, конечно, это колея через широкое место косы по направлению к ее концу. У нас навигатор говорит, что нам осталось ехать 20 километров и 40 минут. Знаков тоже никаких нет. В гостиницах нам говорили, что если и повесишь что-то, то это тут же снимут местные, потому что указатели пути отнимают хлебу гидов. В общем, своя атмосфера. И есть только столбики, отмечающие границу областей. И тут у меня, как у натуралистов, случилось первое открытие. Тушканчик. Даже не боится. Да, вы не ослышались. Я тоже думал, что они обитают где-то далеко, в Сахаре или Каракумах. Но посмотрите на них. Наш собственный, отечественный тушкан. Зверушки это ночные, и в свете фар ночью кажется, что их прыгают миллиарды. Костя, где мы поселились, Пеликан, кроме прочего, оказалось еще и ближе всего к Кассе. На удивление, приличная гостиница. Большая кровать, очень все чисто, просторно, есть интернет, такой себе вяленький, Wi-Fi, и горячая вода. Другие варианты поселения, это в домах у местных, или же просто в палатке в кемпинге, куда мы еще заедем, друзьям из Харькова, с которыми встретимся совершенно случайно и не договариваясь. География полуострова, хоть и простая, но вполне способна запутать. Куда мы едем, Константин? Тут, туда. Прямо. Подожди, населенных пунктов здесь три. Это Васильевка, Покровская и Покровка. Очень легко запутаться между этими двух, потому что слишком похожие названия. А все в честь праздника Покрова. Центр цивилизации Покровка, около 200 жителей. Тут школа, мини-маркет, продуктовый магазин и большая часть гостиниц и баз отдыха. И даже ресторан, точнее говоря, ларек у коня. Итак, основные достопримечательности. Сама коса, тонкая песчаная отмель. Ее самая верхняя часть называется стрелкой. В конце она уже сужается буквально до миллиметров. Тут соленая вода Черного моря встречается с менее соленым Днепробукским лиманом, поэтому стрелку еще называют нулевым километром Днепра. У самого конца стрелки стоит ржавая посудина, подписанная на Google Maps как достопримечательность бетонная баржа. Внизу Ягорлыцкий залив. Нижняя часть мелководье Ягорлыцкого залива. За ней острова круглые и долгие. Между двумя острыми выступами конца полуострова где-то 20 километров. Это отличная дневная прогулка, все время по пляжу и по песку. Спишь после нее как убитый. Казацкий крест в честь пешевого атамана Сидора Белого главы Черноморского казачества. Геродотов лес. Древние рощи Ковалевская сага и Волжин лес. Розовые грязевые и соляные озера. Памятник Суворову. Дуб которому более 800 лет. С мобильной связью очень часто случалась беда. Поэтому, чтобы не полагаться на мобильных операторов, поделюсь одним простым рецептом. Как всегда иметь под рукой карту, даже если интернет ешка или же сигналы нет вообще. Берем приложение Google Maps. Открываем часть карты, которая нас интересует и пишем в строке поиска OK Maps. Как только нажимаем ввод, приложение скачивает карту на телефон. Все, теперь тебе не нужен интернет, чтобы узнать где находишься. Как партизаны, которые идут вброд. Разобрались с географией, перейдем к истории. Археологи находили на Кингурне стоянки древних людей, начиная со второго тысячелетия до нашей эры. Впервые полуостров появляется в записях отца истории, древнегреческого историка и путешественника Геродота в пятом веке до нашей эры. Тусовались здесь в те времена финикийские купцы и пираты. Финикийцы это такой древний народ, населявший средиземноморское побережье нынешних Ливана, Сирии и Израиля. Если переправиться через Борисфен, древние греки так называли Днепр, то первое от моря будет Гилея, а вверху от нее живут скиты и земледельцы, писал Геродот. Вот Гилея и есть Кинбур. Гилея считалась страной лесов. Весь полуостров был покрыт густым лесом. противопожарной безопасности между участками леса здесь прорыты траншеи, которые становятся стихийными дорогами время от времени. А траншеи нужны для того, чтобы огонь не перекидывался с одной части леса на другую. Полторы тысячи лет после Геродота по пути домой с войны с Византией в 971 году на косе зимовал киевский князь Святослав со своим полком. Домой в Киев он так и не вернулся, потому что во время этого похода его убили печенеями. В 15 веке турки построили крепость, а уже в 18 веке, точнее в 1787 году под руководством Суворова русские разгромили турецкие десанты за Чаку, а сама крепость была разрушена франко-британским флотом в ходе Крымской войны в 1850-е. Именно из-за Суворова здесь есть Покровка и Покровский. Дело в том, что когда десант турок высаживался на косе, полководец молился в церкви в честь праздника Покровы. Он приказал не открывать ответный огонь и дать высадиться всему десанту. И как только они все высадились, началась контратака. Турки понесли большие потери и эвакуировали остатки отряда на кораблях. Суворова тогда ранила в бок, а битва была выиграна. Вот ехали и нашли церковь, которую построил Суворов на месте той, из которой командовал той самой битвой в конце русско-турецкой войны. В битве на стороне Суворова участвовали черноморские казаки. Вот крест, установленный в честь первого кашевого атамана полковника Сидора Белого. И у Суворова есть минимум два бюста. Немного охудожествленное изображение Суворова похоже на карикатуру немножко, да? Чем реалистично? Казацким чубчиком. Кстати, хорошее наблюдение. Суворенко. Пожалуйста, не путайте русских в 18 веке и сейчас. Процитирую известного рэпера. Армия. Армия там может была за часи в монархии. Тоти с усіх сторон такая шо важко від'ебатися і нашому Богданчику пришлося домовлятися. А це шо у них зараз? Це советський аппарат, блядь, яким керує старий КГБшник ебанат, блядь. Ну, хули там бояться, чесно, я не розумію. В той войне на стороне русских воевали и украинцы. В наше время речь идет не о слабеющей Османской имперії, а о независимой Украине, которая в борьбе против России на своей же украинской территории поддерживает весь мир с его технологиями, знаниями и, главное, ценностями свободы и демократии. На Кинбурне никто не любит и не хочет видеть Россия. Вот, например, что написано на сайте местной турфирмы. Мы защищаем свою землю, себя и своих родных. Русская армия будет уничтожена. Мы будем стоять до последнего. Все будет Украина. У Кинбурна важное военное значение. Кто контролирует Касу и Очаков, тот управляет проходом из Черного моря в Днепр. Из-за этого не обошла стороной полуостров и Вторая мировая. Чтобы наладить снабжение под Днепру в захваченные Николаев и Херсон, немцам во Вторую мировую нужно было получить контроль за входом в Лиман. В ноябре 43-го года на Кинбурн высадился десант союзных немцам румынских войск под огневым прикрытием из Очаков. Ни у румын, ни у Красной армии не было преимущества в навигации в таком диком месте. Везде песок и карт толком нет. Но румыны окапываются, а Советы отходят. Через месяц, в декабре 1943-го, румын все же выбивают. На этом можно было бы и закончить историю с войнами, если бы не 24 февраля 2022 года. Кинбурн был захвачен российскими войсками 10 июня того же года. Все население оккупанты вывезли в Крым и полуостров сейчас занят только их солдатами. Но поблизости в Голой пристани активный партизан. 28 августа 2022 года Позже, в ноябре 2022 года в ИСУ в Голой пристани поразили ракеты склад российских боеприпасов. В июне 23-го Голую пристань полностью затопило. От военных действий страдают леса. Заповедники и природа, которые видел ее я, возможно, уже не существуют. Радует лишь то, что Кинбурн единственная часть Николаевской области все еще занятая оккупантами. С ее освобождением, а мы уверены, что это вопрос времени, можно будет разблокировать торговые порты Николаева и Херсона. Теперь расскажу о природе, которая очень надеюсь, что уцелеет после деоккупации и разминирования. Я очень люблю места, где живность не нужно специально искать, где ты просто с ней сталкиваешься. Тушканчиков мы уже видели, это ночной зверек. А вот кого можно встретить днем, просто гуляя по пляжу или даже по улице. Так, мой друг, козлик Рома. Привет! Сережа? Здесь очень скоростные черепахи. Я эту еле поймал. Она перебегала дорогу и она бегает быстрее, чем я. Сейчас посмотрим, как это происходит. Ни дня без черепахи. Сегодня мы выяснили, что они не пресноводные, они универсальные, потому что это плавало в море, когда я ее поймал. Вот грустная история. У пеликана пасется старая лошадь, которую выгнали хозяева. Владелица гостиницы кормит ее из доброты. Котики! По дороге у озер увидели двух маленьких котят, решили покормить. Ай, зачем ты мне кусь делаешь? Котиков накормили, напоили, можно ехать дальше. Кинбурн – это птичье царство. Через него ежегодно мигрируют несколько миллионов птиц. Полмиллиона остаются тут зимовать. Более 300 видов не сдятся весной и живут тут летно. Это лебеди, дрозды, фазаны, серые журавли, пеликаны, орланы-белохвосты, кроншнепы, кулики. Кинбурнская коса является аптекой, ее называют «Аптека под открытым небом». Так как здесь очень огромное количество, около 250 видов цветковых растений, и из них где-то около 150 лекарств. То есть какие будут видеть? Вот это, например, бессмертный лекарственный раствор. Значит, придумали бизнес-идею. Раз здесь ничего не растет на песке, кроме чабреца, бессмертника и полыни, и в полыни можно делать местный абсент. Разливать в красивые бутылочки и продавать туристам. А в мае тут цветут огромные поля орхидеи. Но мы были в июне и все пропустили. Еще есть реликтовые рощи. Реликтовые значит, что это сохранившиеся остатки лесов, которым тысячи лет. Тут их называют садами. Ковалевское садо и Геродотов лес одно и то же место. Когда заходишь в тень деревьев, становится прохладно и появляются комары. Но послушайте только пение птиц. Да, лес настоящий прямо как в других регионах. При том, что вокруг Одессы одна степь, а здесь вот вырос целый лес. И это удивительно. Идешь по пустыне, значит, раз и в лес попадаешь. Густой, влажный, с болотом, с черной ольхой. Вот ведь чудеса. С той стороны много птиц. Но они ретируются, едва заметив человечек. Огромное количество просто. Они все от нас по воде начали убегать. Вот это место я назвал украинским Бали. Это часть Черноморского биосферного заповедника, где на деревьях и на берегу живут и гнездятся мириады пернатых. Деревья белые, как будто тропически похожи на тропики. Блин, красиво. Деревья весьма загажены при ближнем рассмотрении. Поэтому они, наверное, и белые. Мы едем в Черноморский биосферный заповедник, куда не пускает дикий егерь, который выскакивает в трусах и говорит, что вон отсюда, а то сейчас буду составлять протокол. Вы кто такие? Я вас не звал. Его зовут Леня и он таким образом вымогает взятку. Например, купить у него мед или что-то еще, чтобы он соблаговолел разрешить вам посмотреть на дубы. В части заповедника, что называется Волжен лес, есть гигантский дуб. Как утверждают местные, здесь находятся дубы из лукоморья Пушкина. Джунгли здесь, конечно, как в тропиках. Это самое задолбательское приключение. На этой косе дуб. Ему где-то 500 или 700 лет. Вот он за мной. Толстый, не обхватить руками. Ну-ка, Аня, попробуй обхватить. Мы посмотрим, как он сочетается. Со мной, да? Это где-то как спичечный коробок рядом. Положи. Сейчас дуб настолько огромен, что его видно даже со спутника на гугл-карте. Тут же можно измерить крону 30 метров в диаметре. Это как высота 10-ти этажки. Да, огромный дуб, правда. Одна из главных достопримечательностей косы. И мы здесь нелегально. Я зря, что ли, рискую жизнью сюда перся, чтобы не сфотографироваться. Во время жизни Пушкину дерево было лет 200 или 300. Достоверно неизвестно, действительно ли имела место встреча поэта с дубом. Исторический факт. Пушкин точно был в очаге. Как человек любопытный, он мог вполне сгонять оттуда на Кинбурн, посмотреть на знаменитый Геродотов лес. В этом случае остров Буян это остров Березань. На карте с той же стороны, что и наш лес. Ох, и тяжко тут эти среди этой травы по песку, колючек, оврагов. украли, украли немного дуба, не заплатили Леониду, а он его сторожит уже последние 500 лет. Гуляли два с половиной часа, устал как за пять. Наконец-то снова у машины, воды мне, воды и... Еще одна уникальная фишка Кинбурна знаменитые розовые озера. Вы увидите их на всех открытках с заповедниками и интересными местами Украины. Розовыми они стали из-за микроводорослей, который называется Дуналиэла солоноводная. Это один из немногих живых организмов, умеющий выжить в концентрированном растворе соли, чем эти озера и являются. Полетали над тем, что было когда-то розовыми озерами, а теперь пересохшая пустыня. Озера сезонные, а те, которые питаются осадками, сильно зависят от дождя и летом пересыхают. А те водоемы, где есть подземные воды, немного бледнеют, но сохраняют розовый оттенок. Я, кажется, разгадал секрет розовых озер. Они розовые от того, что комары пьют кровь и возвращают ее в озера. Поэтому они розовые или красные. Здесь очень много. Из этих озер чумаки добывали соль, а чумацкий шлях начинался именно здесь. И поехал чумак по небу белой своей орбою. За журавлями поехал и соль разбросал за собой. Неведомо нам, как встречали его в родимых полях, но с той давней поры белеет на небе чумацкий шлях. По-украински галактику личный путь называют чумацким шляхом. Он увековечен на памятной монете Национального банка Украины и на картинах известных художников, например, у Васильковского. Чтобы понять инфраструктуру Кинбурна, достаточно взглянуть на указатели и дороги, которыми ежедневно пользуется население полуострова. Этот указатель очень сильно интегрирован в природу и поэтому его не могут украсть. Я, когда вернусь в город, продолжу так ездить, потому что очень легко. Ни светофоров, ни пешеходных переходов, ни перекрестков. Просто направление не нравится через поле в другом направлении. Поехал, перепрыгнул с одной колеи на другую. К слову, официально проживает тут всего 800 человек. Сколько? В их распоряжении в Покровке есть церковь, сельсовет и начальная школа. В школе была еще, кажется, повкуснее, послаче, чем у церкви. Рекомендую. Тут же находится главная точка питания для туристов. Ларек у коня. Работает только летом. В меню домашние блюда и пиво на разлив. Грибной суп кинбургский. Очень вкусно. И сегодня мы на открытии ресторана, да? Да. Он первый день открыт. Первый день начала сезона гастрономического сока. Вернемся на Черноморский пляж. Вот сюда. Это 20 километров пляжа с очень редкими туристами. Испытываешь искреннюю радость, когда видишь других людей. Самый характерный персонаж это мужик с пивасиком по кепке капитана. Так как пляж дикий, на нем в основном ракушки и водоросли. Очень приятно, что нет мусора. Great success! Первое погружение на косе. Такая, тут достаточно мелко. Где-то вот так. Давай, заходи, плавай. если идти по пляжу на север, приходим на косу. За мной неспокойная вода. А теперь оп и спокойная вода. На конце косы стрелки можно стоять одной ногой в Черном море, а другой в Днепробукском лимане. Тут есть пирс, маяк и останки баржи-загадки. Загадки, потому что никто толком не знает, откуда она здесь и для чего. Останки баржи, которая потерпела здесь крушение, села на мель и так ее и оставили. Жители Очакова уверены, что баржа румынская, потому что она похожа на тем, что отделяют местный военный порт от моря. Ржавеет она тут с 1940-х годов. То ли во время бомбежки ее оторвало и прибило штормом, то ли специально поставили, чтобы удерживать косу. Как бы то ни было, за это время останки баржи успели переплыть из лимана в море. Вроде как из-за миграции косы, песок же. Интересно, что сделано как из бетона, на самом деле так металл разъело. Если же идти по пляжу все время на юг, то придешь к началу Ягорлыцкого залила. Шумаки тревожили турок. И турки прозвали это путь неверный, а по их это звучит геолык. Геолык трансформировался, ягорлык, и стал ягорлыцком залил. Вот они пугливые птички, за спиной у меня ориентируются. Так что вблизи не будет видео с утками и чайками. Крутота! Добрались до островка. Правда, птички убежали. Но здесь есть суша. На самом конце суши находится мелководье этого самого залива. Тут много птиц и несколько островов, на которых они гнездятся. Называются острова круглые и долгие. Вброд до них не дойти. Но у меня есть дрон. Сейчас исправим эту ситуацию. Субтитры подогнал «Симон» Птиц здесь, конечно, огромное количество. Спугнули стаю пеликанов. А там я вижу лебедей, кстати. А сейчас время для драматической истории в стиле экшн. Совершенно нереальная картинка. Темное, почти черное небо грозовое. Солнце, яркий светлый песок на дне и вода прозрачная. Мы не заметили, как вплотную подошла гроза. Машина запаркована довольно далеко. Вокруг лишь вода и песок, а ближайшие деревья на расстоянии около километра. Так, пора сваливать, потому что ветер изменился и, судя по небу, тучи несет как раз на нас. Интересно, конечно, кто окажется быстрее. Мы или гроза? Давай, давай, давай. Быстро! Может, черные тучи почти над нами уже? Смотри, лебеди. Как же стрёмно с этой грозой-то, Что-то мы недооценили ветер. На разных высотах разное направление ветра. Вот и дождь. Просто я привлекаю внимание всех чаек здесь. Но гроха-то я не слышал уже какое-то время. Но хорошо поднесмерть. Радует. Это гром. А надо идти ближе к деревьям или подальше? Все знают, что быть в грозу на открытой местности не самая хорошая идея. Ну что, сейчас я бы спасены. Возрухлялся деревья. И они, в принципе, выше нас? Да. Они уходят. Но пипец стремный. Идем к темноевьям. Мне тоже немного не по себе, признаюсь честно. Не хрена, от тебя. Все говорят плохая идея. Давайте заканчивать уже. Это гроза. мне тоже очень стрёмно. В общем, пока мы здесь сидим, расскажу о нашем понимании противомолниевой безопасности. Она заключается в том, чтобы спрятаться среди деревьев, которые выше нас по высоте. Которые выше нас просто по высоте. Почему я о чем-то говорю? Я волнуюсь просто. Боюсь, чтобы меня не убило молнию. И чтобы если вдруг молния куда-то решит сюда ударить, то она ударит в дерево, а не в нас. При этом мы не находимся под деревом, мы нежели деревьями. Я думаю, что это умно. Но на всякий случай нужно будет почитать правила безопасности настоящие. А если у нас ждут комары, тебя тоже у тебя на щеке комары. На всякий случай записали прощальное обращение к друзьям и родным. Что, друзья мои, прощайте, не поминайте лихом, извините, если кого обидел. Кому остался должен, тоже прощайте. Ну, вроде бы, потихоньку разлиняет. Не так страшно все выглядит, как до этого. Что вам сказать, друзья, отличные отличные здесь дороги для прогулок после дождя. По итогам сегодняшнего приключения сделали вывод, что всегда, когда видишь поблизости черную грозу, она так или иначе тебя догонит. Не нужно надеяться, что ее сдует куда-то в сторону ветром, пытаться угадать его направление, она все равно придет и тебя накроет. Как это случилось сегодня с нами. Ко встрече с комарами на Кинбурне нужно быть готовым всегда. Даже посреди сухого, солнечного и жаркого дня достаточно зайти во влажный лес и все, вас облепили кровописи. Да что там в лес, иногда достаточно просто тени, а еще после дождя или вечером, или как только стемнеет. Я убил одного лицом у тебя на руке, настолько он не реагировал на мои движения. Я комаров убил, я геноцид устроил на себе, тут просто на поверхности своего собственного тела. поэтому, если не хотите, как мы, в один момент стать убером для комаров, запаситесь репеллентом. Такой беспилотник транспортирует заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. Да что ты, черт побери, такое несешь? Если тебя мучают дурные предчувствия, забудь о них, иначе попадешь в ад. В поездке не обошлось без неожиданных встреч. Например, просто прогуливаясь по косе, В общем, встретил Диму, да, товарища из паровоза. Мы не видели таких девушек, когда я додусовываюсь. Кстати, мы собираемся вечериночку сделать в лагере палаточном. Присоединяйтесь, да. Он приехал с палатками отдыхать здесь с семьей в карантине. Из-за войны Дима переехал в Штаты и живет во Флориде. В 22-м году издание Jinx International включило его в топ-100 самых влиятельных людей барной индустрии. А в 2023-м Дима вошел в список 75 людей, которые будут формировать мир напитков в этом году. Скоро он открывает Майами бар, называется Medium Cool. Если хотите зайти и передать привет, то вот его инстаграм. Тут же у себя в инстаграме он и анонсирует открытие проекта. В последний день нашли с кем выпить. Встретили друзей из Гарькова, случайно гуляю по пляжу. Я влог делаю. Они поселились в кемпинге рядом с пляжем. А среди них неожиданно оказались коллеги моих айтишных друзей из Namechip и Nix Solutions. Прощальную ночь мы проведем с ними. В 22-м году эти ребята были вынуждены семьей выехать в Германию. Их частную школу с изучением английского языка в родном Харькове повредило попадание рашидской ракеты. Но на этом приключения не закончились. Выражаясь эзотерическим языком, полуостров нас принял. Принял настолько, что не хотел отпускать. Заодно подтвердил правильность высказывания. Чем проходимее джип, тем дальше бежать за трактором. Знаешь, с памятником. Ездили неделю по косе, чтобы на выезде застрять в болоте. Причем, выглядело даже не как глубокая лужа. Внедорожник. Сейчас придет трактор за 300 гривен и вытащит нас из этой лужи. Слышу звуки нашего трактора. Сказали, будет синий. Костя, вот это внедорожник. Небольшой рыбок и крузак освобожден из болотного плена. Нам еще повезло. Оказывается, не всякий прадик выдержит эти дороги. Болото и дырки в асфальте. Фух, ну что, неделю на косе провели, обошли все пешком от и до. Сгорели вчера окончательно. Изучили всю природу. Увидели всех черепах и змей. Что можем сказать о Кинбурнской косе? Здесь очень дико. Не ступало в некоторых местах, кажется, что накачано века. Добраться сюда представляет некоторую сложность. места интересные. Закончу цитатой. Ивана Александровича Ильина. Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, соизыцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух мой дух. Его судьба моя судьба его страдания мое горе, его расцвет моя радость. Нет, нет, давайте лучше эту, которую тот же Ильин написал в 1933 году в тексте «Национал-социализм. Новый дух». В основу нашего политического мышления мы взяли фашизм и национал-социализм, доказавших на деле свою жизнеспособность и победивших у себя на родине коммунизм. Но, конечно, эти доктрины мы прилавляем в русской истории и применяем к русской жизни к чаянным и нуждам российского народа. Наш идеал – фашистская монархия. Что? Вам тоже показалось, что борец с фашизмом Путин вдохновляется работами известного философа-фашиста о том, как в России построить фашистское государство? Вам не показалось. Я понимаю тех, кто не смотрел наступление фашистского монарха по поводу присоединения частей Украины. Не все могут сдержать рвоту. Я смог. Потому что, когда история проходит на наших глазах, мне нравится быть в курсе сейчас, чем потом изучать по книгам. Речь вкратце сводилась к тому, что акции американских технологических гигантов переоценены, а Европа колонизировала Африку в 17 веке. И поэтому спустя 400 лет проворовавшийся ботоксный стратег присоединяет Херсонскую область. А от Путина я, если честно, дуже разумею. Ну, я вы. Бабок дохуя, скоро подыхать. Ну, хочется какую-то тусовочку въебать. Ну, а чтоб не париться, решив отпраздновать гостя. Конечно, хай заходы, потанциально останок. Россия тут навсегда. И Путин в Кремле тоже. Ну, или до ноября, как в случае с Херсоном. Скоро нам предстоит увидеть и эту историю. Подписывайтесь на мои социалки, Инстаграм, Твиттер, ТикТок. В них я рассказываю о своих путешествиях, бизнесе, языках, искусстве и многом другом. Спасибо, что досмотрели. До встречи на Кинбургской косе после победы Украины и всего свободного мира. Доброго вечера. Мы из Украины. Пахнет сероводородом. Да, как кто-то напукал. Самая широкая часть прошла. Так, почему я про косу? Мы же тут. Блин, как вообще здесь все работает? Попробуй. Я не знаю, что бывает с машиной, когда у меня попадает пол. Бывает мусор с таким местом. Ну что, это наша родина. Здесь есть суха. Смотри, я больше не знаю, что это. Присел отдохнуть, да? Прямо, не налево? Я не знаю. А вот на Бали из такого смонтировали бы промо. Ах и Кинбург. Ну, это делать. Мы подаваем вот так, попробуем глядя в камеру. И камеру на уровне текста. Ола. Ай. Я... Я... Так, ладно. Очень сложный фразер. Все. А то на край косы. Ну, лучше, давай я посмотрю дорогу. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...